Самый добрый и волшебный праздник все ближе, однако мечты многих ребят сбываются еще до боя курантов. Вот и девятилетний Ваня не напрасно верит в чудеса. В гостях у мальчика председатель областной организации «Белая Русь» и военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин. С собой новогодний подарок – спортивный комплекс. Разрешить от офицерского собрания, Ваня, тебе и Ольге Викторовне, подарить наш новогодний подарок с пожеланием вам всем крепчайшего здоровья, мирного неба над головой. Ну и чтоб ты рос крепким и здоровым мальчишкой. Держи. Это тебе. Ежегодно сотрудники военного комиссариата области примеряют на себя роль добрых волшебников. Выбирают двух детей из разных уголков региона и приносят в их дом радость. Но и Ваня, как настоящий гостеприимный хозяин, не отпускает без подарка Александра Горошкина. У нас есть возможность ездить и дарить детям радость. Это вообще, наверное, зрелость общества, когда мы можем приехать к тем, кто больше нуждается в этой помощи. С огромным удовольствием коллектив мой всегда принимает. Мы уже, наверное, пятый год принимаем участие в этой акции перед Новым годом. Ваня – инвалид по слуху, но это не мешает ему жить полноценной жизнью. И спортивный комплекс – идеальный подарок. Ведь мальчик очень активный и вместе с мамой ходит в бассейн, катается на коньках и в парке на лыжах. Летом предпочитает прогулку на велосипеде. Сколько можешь выдохнуть здесь? Просто помещи для укрепления рук. Уже в год и девять месяцев у Вани начались проблемы со слухом. Не откликался на слова. После был отит, который усугубил здоровье. Несмотря на все сложности, мама всегда была рядом и верила в сына. Работала, заботилась, не опускала руки даже в самые трудные времена. Сейчас мальчик учится в третьем классе. Пишет, читает, считает, познает мир. Мама, а что такое мачеха? Мы читали 12 месяцев. Ну, я ему объясняю. Мачеха – это вторая мама в семье, если вот так выучать. А почему вторая мама? Я объясняю. Ну, ситуация бывает, либо мама уходит из семьи, либо мама умерла. Он так расстроился. Мама, как же так? Он говорит, Ваня, ну, мама бывает добрая, вторая, то есть мачеха. А бывает, да, ну, кому как повезет. А, понятно, подошел, так обнял меня. Мама, я тебя так люблю. В будущем у Вани много планов – закончить школу, получить высшее образование, стать хорошим врачом. И мама уверена, что нет ничего невозможного. Главное – верить. Ведь если веришь, то все обязательно будет хорошо, даже лучше, чем ты сам можешь устроить. Рина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.